Всем огромный привет, девчонки! Меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео у нас будет косметическое, сегодняшнее видео у нас будет про мою коллекцию декоративной косметики от Dior. Что классное, что не очень, что стоит своих денег, что не стоит своих денег, все будет подробно в этом видео, оставайтесь, если вам интересно. Косметика Dior, это классно. Я кэп, да. Любая другая дорогая косметика, это тоже классно. С этим не поспоришь. То есть, покупая дорогую косметику себе, ты покупаешь не только средства, которые действительно более продуманные, более технологичные, в которые положили больше полезных веществ, чем бюджетные, но помимо этого ты как-то еще и приобщаешься к самому бренду, ты приобщаешься к его истории, к миссии, к тому, что они делают, в общем, к всему этому. Что касается меня, то в юности у меня как-то не было ничего такого роскошного, косметического. Я помню, у меня был какой-то крем-балет, страшный, адский, персиковый, какой-то вообще цвета, неподходящего мне совершенно, который меня уродовал больше, чем красил. Еще у меня был карандаш черный, которым я вот так вот по кругу просто закрашивала себе глаза, как Эмма. Ну, как-то, в принципе, и все. Поэтому сегодня, сейчас я отрываюсь по полной, я получаю кайф, безумное удовольствие от хорошей, дорогой, качественной косметики. И какие-то мои, знаете, старые, закоренелые комплексы послужили тому, что сегодня я сижу перед вами и вещаю на такие бьюти-темы. В общем, нормальное вступление? Пойдет? В общем, сегодня будет видео про мою коллекцию косметики Dior. Здесь будут и лаки, и тени, и помады, и продукты для губ. В общем, все-все-все-все-все, всего понемножку. Все эти средства, которые я сегодня вам буду показывать, они появились у меня не вчера. И даже не позавчера, и даже не позавчера. Все эти средства у меня появлялись в течение долгого промежутка времени, и я, как никто другой, могу вам четко, правдиво и реально рассказать, что такое косметика Dior. И давайте же начинать. Первое средство, которое я сегодня вам буду показывать, это будет лак. Лак для ногтей от Dior, который называется Nail Glow. Пару слов от производителя. Мгновенный эффект французского маникюра. Ухаживающее средство, обеспечивающее глянцевое покрытие. Dior создал лак для ногтей, чтобы подчеркнуть естественную красоту ваших ногтей. Этот лак практически прозрачный. Это как лак основа, лак база. Это лак, который своим оттенком уходит в такой холодный, розовый, даже больше немножко в сирень. Дарит ногтям очень нежный, естественный, такой благородный, ухоженный вид. Если вы вот устали от ярких оттенков, если вы вообще не любите или по работе вам нельзя носить яркие оттенки, этот лак, а точнее этот оттенок лака, прекрасное решение данной проблемы. Ногти с ним не вызывающие, а очень нежные, красивые. Мне очень нравится этот эффект, если честно. Такой, вы знаете, натуральности, элегантности лак очень легко наносится за счет широкой кисточки одним движением. Прокрашивается целый ноготок. Покрытие у этого лака получается очень толстым. Очень толстым, по ощущениям, больше похож на гель-лак. Такой, вы знаете, прям плотный. Как он сияет? Как он сияет? Мама дорогая! Он похож на жидкое стекло на ногтях. Но, девочки, стойкость не очень. Это самый огромный, ну и самый основной минус у этого средства. Потому что на моих тоненьких ногтях, на каких-то пальцах он держится 2 дня, на каких-то пальцах он держится 4 дня. В общем, я очень сильно сразу снижаю ему оценку за это. Да, лак красивый, лак милашка! Очень нежный, очень нежный. Он какой-то базовый, знаете, он какой-то базовый, такой вот подходящий для всех. Но стоит он 2 тысячи рублей и стойкость 2 дня. Это неправильно. Так быть не должно. Ну, как бы, решайте сами, но нет. Второе средство на сегодня блеск для губ Руж. Диор Бриллиант у меня в оттенке 0,80 Red Smile. Немножко слов от производителя. Диор создает восхитительный блеск-бальзам с ухаживающими маслами и оттенками кутюр. Блеск не растекается и наносится с точностью контурного карандаша. Формула Руж Диор Бриллиант содержит натуральные масла и витамины Е. Благодаря такому активному коктейлю питательных веществ блеск ухаживает за губами и ускоряет синтез коллагеном, что обеспечивает естественный объем и красоту ваших губ. Консистенция блеска очень нежная, гелевая, не липкая, прекрасно ведет себя на губах. Однородное покрытие без проплешин достойно украшает губы. Текстура прекрасная, глянцевый финиш. У меня лично просто самые лучшие впечатления от этого средства. На губах этот блеск себя ведет как такой самый настоящий отличник, очень прилежно, не растекается и не скатывается в полосочку. Ровно час этот блеск очень яркий, он горит огнем. Он сейчас у меня на губах, я только что его накрасила, но обожаю. Но спустя где-то час-два он уже становится более спокойным. Пигмент не въедлив, и когда вы спустя несколько часов стираете этот блеск, оттенка никакого не остается, губы чистенькие. Блеск очень сочный, блеск очень глянцевый. В нем есть какие-то мили нано-частицы блестки, которые делают его еще и еще краше. А еще здесь очень интересный заостренный спонжик с углублением. Для меня он оказался очень-очень удобным, он классно работать. Он качественно наносит, распределяет блеск по губам, а упаковка, она вот, смотрите, простая, элегантная, лаконичная, качество, просто выше всех похвал. Цена у этого блеска полторы тысячи рублей, я покупала его где-то год назад, и там еще практически полная-полная упаковка. Он идеальный, я действительно считаю его идеальным, он очень классный, он стоит своих денег, обязательно попробуйте. Тени, тени Dior, у меня их очень много, и однушки, и лимитки, и пятерки, и наборы, я сейчас вам буду каждый показывать, рассказывать, и в целом хочу сказать, что я их очень люблю. И считаю, что тени Dior это просто самое лучшее, что может сегодня предоставить нам косметический мир. И пусть там кто-то говорит, что тени Dior слишком блестящие, что тени Dior слишком яркие, какие-то неповседневные. Мы же хотим все быть красивыми, так что всех в сад, в сад. Помимо постоянной базовой коллекции, которая всегда есть в корнере Dior, там есть и базовые цвета, и натуральные, и ежедневные такие вот оттенки, и более яркие, и более спокойные. В общем, на любой вкус и цвет. Также Dior выпускает ежесезонно лимитированные коллекции теней. Одну из них сегодня я вам покажу из весенней-весенней очень красивой коллекции, которая называется Loli Glow. У меня это оттенок номер 257 Sugar Shade в таких вот розово-кофейных, очень нежных, красивых оттенках. Тени не ощущаются на коже, цвет образует невероятную тонкую микропленку с поразительной стойкостью. Футляр стал более тонким и стильным. Футляр действительно шикарный, вот ничего с ним не делается. С годами у меня эти тени где-то полгода, другие тени у меня просто года два точно им, и выглядят все футляры как новые. К любым теням Dior идут бархатные пыльники, но я их сразу выкидываю, ибо тени никуда дальше моего графства косметических гор не уходят, и мне они просто не нужны. Также в наборе идут аппликаторы, спонжики, весьма, кстати, неплохого качества. Сами тени просто шикарные. Во-первых, сияние, оно очень благородное, дорогое, безумно красивое. Во-вторых, текстура. Тени как бархат, они очень легко наносятся, очень легко тушуются. Можно нанести их как дымкой, так и сделать более вкусный, сочный вечерний вариант. Эти тени очень просты и легки в использовании. Можно взять просто большой палец левой ноги и нанести идеально. Я не знаю, как их можно нанести не идеально. Я наношу кистью, и получается всегда просто супер. Я их даже наношу иногда, знаете, когда ну очень. Лень бывают такие дни просто пальцем. Просто пальцем, раз, два, три, и пошла, и... Ну, это просто... Ну, я не знаю, эти тени просто выше всех похвал. Качество всех теней идеальное. На высоте. И это касается и пятерок, это касается, и лимиток, это касается, и однушек. Это касается абсолютно всех теней Dior. В общем, тени Dior мои самые любимые. Выбирайте себе любимую палетку, любые любимые тени и наслаждайтесь. Потому что дарят они наслаждение вот такое. Вот. Пудра Dior. У меня Dior Skin Forever Extreme Control в оттенке 0,20. Идеально матирующая, невероятно стойкая тональная пудра, специально разработанная для летнего сезона. Стойкий матирующий эффект. В состав этого компактного тонального средства входят жемчужные пигменты, благодаря которым кожа остается матовой, но при этом обретает естественное сияние. Даже в самую сильную жару и влажность его формула обеспечивает невероятную стойкость и идеально разглаживает рельеф пор, благодаря уникальному комплексу Control Wear, который словно тонкая вуаль покрывает кожу, сливаясь с ней в одно целое. В общем, девчонки, пудра не моя самая любимая, поэтому я очень быстро и коротко о ней скажу. Она не матирует надолго, она не убирает покраснения, она не убирает какие-то несовершенства. Под нее обязательно нужно наносить тональный крем как минимум. Если вы не будете ничего под нее наносить, она просто ничего вам не перекроет, а создаст эффект припудренного страшного персика. Если нанести эту пудру спонжиком, который идет в комплекте, я его выбросила, правда, ну, представьте, там есть спонжик, если нанести им, то получается эффект маски. У меня оттенок уходит в желтезну очень сильно и получается эффект желтой маски. Пудра не матирует, я уже вам сказала об этом, пудра не матирует больше, чем на 2 часа, но, честно говоря, я уверена, что если у вас жирная кожа лица, то у вас и так чистое лицо держится, ну, как минимум 2 часа, так что от нее как-то особого эффекта-то и нет. В общем, сомнительная вещь, которая стоит 4 600 и которая не стоит этих денег совершенно... Это провал, это недоразумение, и я вам эту пудру не советую. Ну и последнее, десертик, такой вот красивый, милый розовый, это духи, конечно же. Духи от Dior, Miss Dior, у меня Blumenbucket. То, что действительно нужно покупать в Dior, это духи, 100%. У Dior очень большая линейка духов, парфюмов, есть к чему присмотреться, на любой вкус и цвет, обязательно обратите свое внимание. Я сейчас вам буду рассказывать про этот. Я, кстати, снимала несколько парфюмерных видео, там есть очень много парфюмов Dior, оставлю ссылочку внизу, обязательно проходите и смотрите, будет вам подсказочка. В маленьком красивом флакончике с бантиком скрывается свежий сицилийский мандарин, пышный розовый пион, чувственные глубокие аккорды розы и бархатный белый мускус. Это аромат аура, это аромат акварель, он безумно женственный, безумно романтичный, красивый. Мне этот аромат поднимает настроение, он дарит радость и счастье, улыбка сразу появляется на лице. Такие абрикосы, которые здесь есть, они дарят этому аромату какую-то такую дерзинку и хитринку. Стойкость неимоверная. На мне держится с утра до вечера, будто бы я им поливаюсь, но это не так. Утром нанесла и все, и вечером я его снова чувствую. Он безумно красивый, девочки, он очень женственный, он очень летящий, он очень романтичный, он такой девичий. Но это просто супер, супер соблазнительный вкусный аромат на весну и на лето. Обязательно попробуйте, обязательно попробуйте, вам должно понравиться. Ну и все, девчонки, это были все продукты, вся моя мини-коллекция в косметике Диор, которая у меня есть на сегодняшний день. Ой, что хочу вам сказать, это классно. Это классно, когда у тебя есть возможность этим пользоваться, это безумно приятно, и в этом нет ничего стыдливого, когда ты хочешь выбирать для себя все самое лучшее, и красивое, и приятное, и такое девичье. В общем, да, обязательно пробуйте, находите свои любимые вещички, свои любимые ароматы. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Как всегда, не забывайте подписываться на мой канал. Кто еще не подписался, ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, мне будет очень приятно и интересна ваша обратная связь. Как всегда, шлю вам лучки любви и добра, в общем-то. На этом все, я прощаюсь с вами совсем ненадолго, совсем на чуть-чуть. До скорых встреч и пока-пока.